итак вот такую бунгало здесь вход на два бунгало налево британцы у нас отдыхает справа вот 1203 это наше бунгало вот у нас такой вход столик для дивана здесь вот в коридор там дальше идет второе бунгало так вот тут зеркало для девушек это у нас тут шкафы очень много вещей можно повесить это у нас ванная такая красота туалет беда для одного человека умывальник и с другой стороны такая же так же один и так же душ один такой летний душ такие красивые растения ванная тоже ванная накрытая а душ летний под открытым небом видите красивые пальмы приятно вот таким душу пользоваться очень красиво далее у нас уже идет наша комната вот шикарная большой кроватью и выход к морю к океану точнее здесь мы поставили два лежака лежим иногда под зонтиком вот такой вход вунгало еще одна кровать тут могут кто приезжает с ребенком ребенка положить и спать втроем деревянная крыша прекрасный вид к океану просто неповторимо как рай поэтому хорошо и желательно брать бунгало у вас свой выход к океану заход такая красота вот так наша бунгало выглядит со стороны океана тут 70 квадратов итак мы выходим с нашего бунгало и идем на обед территория здесь очень зеленая много пальм зеленых растений погулять погулять не сгореть можно тут очень много птичек лисички летающие как видите все очень красиво вот первая линия это бунгало у них только общие коридоры ну заходы а домики отдельно а вилы они в формате дуплексов находятся и это классом ниже то есть вы как в квартире или в дуплексе ждете слышите соседей бунгало нет не слышно других соседей вы живете как в отдельном домике так идем к нашему ресторану тут уже вот прямо виднеется бассейн очень большой и красивый бассейн потом сниму чувство такое как к саду идешь надо только быть осторожным потому что падают кокосы и может сильно голову поранить поэтому надо быть осторожным так вот мы пойдем к ресторану через наш бассейн здесь здесь и детский бассейн вон там и вот для взрослых и бар где можно алкоголить пиво и все другое и в в и в в и это вот и и это вилы на воде они пока местная реставрация а вот те что слива они поменьше и сдают можно загорать любоваться океан это наш самый главный бар где каждый вечер играет музыка разное выступление и можно пить напитки бармен кстати тут уже можно поиграть бильярд футбол настольный разные развлечения здесь есть дарт всякое такое есть у них специальное приложение которое вы закачиваете и смотрите расписание на целый день какие события происходят и бронировать так как коронавирус определенное количество людей только здесь очень красиво как вы видите здесь вот классно лежать и наблюдать звезды закат как раз здесь и так это мы со стороны бассейна когда заходим точнее спускаемся находится ресторан а-ля карт те которые платные здесь вечером классная атмосфера закат вот эти столики они ставят фонарики классные цветами украшают и очень красиво здесь ужинать мы заказали ужин с морепродуктов это там был лобстер тартар сла с лосося или тунца уже не помню суп с морепродуктов это стоило по 85 долларов это надо на ресепшене заказывать вам вот здесь готовят в этом ресторане и приходите на указанное время садитесь и ужинаете смотрите закат вечером очень красиво здесь так далее отсюда от а-ля карт ресторана находится еще один бар где часто люди сидят вечером встречаются на пуфиках таких мягких рассвет и все очень красиво вы оцените если приедете сюда тоже можно здесь там расставляют вот пуфики колян покурить заказать напитки на баре церковь очень хорошие ребята бегают все приносят очень быстро он бар если видите виды здесь очень классные днем тут люди вот можно загорать прийти надо хорошо мазать кремом потому что можно сгореть здесь каждый вечер 6 часов вечера играет диджей современную музыку молодой диджей с германии наверно сюда по контракту приезжает и где-то на полгода работает на вид здесь очень классный каморай так снова мы идем с пляжа если видите какой офигенный здесь вид поужинать этом а-ля карте а-ля карт ресторане название у них сложно я не помню как он называется один такой большой тут все компактно все все рядом остро там 500 метров на 200 тут в пешем можно обойти очень быстро вокруг острова и у меня есть и и и и вот снова возле бассейна очень красивый вид так вот это со стороны бассейна когда заходить находится теннисный стол можно поиграть в кинг-понг также здесь есть магазин с брендом робинзон можно что-то купить футболочки всякое такое сувенирчики далее то мы входим главный бар робинзона находится бильярдный стол тоже можно его забукать поиграть столики все на песочке бар односолодовые и виски которые там от 600 гривен они платные остальные напитки здесь пол инклюзива бесплатно ну не бесплатно вы за это уже заплатили также здесь есть кальяны не пробовал как он говорят что вряд ли лучше чем у нас в украине допустим делает это вот настольный футбол желает тут может также если не фотостудия где можете заказать фотографа и сделать классные фотки вот мы выходим из этого бара нашего ресторана на вид здесь когда солнце передать словами трудно это надо увидеть знаю какие где-то передает или нет но очень красиво и так мы заходим в наш ресторан из тоже красивый вид когда завтракаешь обеда и ужинаешь вот столики сами видите что здесь очень классно сегодня нам кокосы дают наконец-то поводу обедов ассортимент не такой как в египте и турции поэтому потому что людей не так много но голодными не останетесь сосиски курица индейка даже свинина рыба там паста вермишель все есть картошка фри все готовится при вас и как на видео видите разделывают при вас и также подай подают то есть вкусно все будет хочу отметить про ужин ужины как дорогих ресторанах все очень красиво очень вкусно тунец лосось лосось сашими делают пасту очень вкусно готовят подача просто великолепно вы удивитесь как классно делал готовят и подают не чувствуете что вы в алл инклюзиве вот на видео вы увидите блюда некоторые которые подавались на на ужин креветки мидии то это здесь все было до крабов когда мы были две недели нам не давали а остальные там морепродукты все это было подача просто сами видите на видео стейки да стейки даже вот этот тип тибон если не ошибаюсь подавали очень вкусно да единственное мало сладостей а так все очень фруктов достаточно арбузы апельсины ананасы кокосы маракуйя экзотические фрукты и так мы заказали ужин в ресторане а-ля карт меню лобстеров блюдо состоит из трех блюд среди которых там хвостики лобстеров так приготовили три стола соответственно три пары будут ужинать на фоне океана и с домиками на воде далее на фото видно какие блюда нам подавали это закуты закуски тартар суп с морепродуктов лобстер и десерт с мороженого или смузи не помню хвосты лобстера очень большие ужин очень понравился так что советую посетить этот ресторан вам понравится итак сегодня мы въезжаем на два дня на водную виллу у нас номер 1013 вот такая она недалеко от главного ресторана так идем посмотрим что там наша водная вилла мини-бар кофе чай картинки вот мини-бар тоже не смотрел что он тут есть что у нас до мини-бар а здесь пепси кока-кола пиво мини-бар здесь платный хоть мы all-inclusive но мини-бар номерах платный здесь вот такой диванчик шкаф такая вот кровать ну как и везде бунгало не знаю ну соответственно наверное в виллах тоже деревянные дома ой потолки крыша далее у нас ванная здесь у нас находится разделенный туалет пойду туда а с другой стороны это у нас душевая вот так вот вот так вот так здесь находится вот сразу же ванна я и с прекрасным видом на океан также выход выход как и ванну здесь и бассейн так идем возвращаемся нашу комнату и здесь и здесь прекрасный вид и выход вот так вот такая у нас по поводу водного мира мне в Мальдивах больше понравилось чем в Египте здесь очень много рыб возле рифов каждый раз это какое-то новое приключение много маленьких акул до двух метров даже акулу можно встретить живет даже одна черепаха которую можно ходить смотреть каждый день также можно встретить возле рифов дельфинов в основном это возле водных вилл ездили на рыбалку на фото видите наш улов это три поймал я и одну рыбу поймала жена так что если будет возможно пожалуйста поедьте половите рыбку получите эмоции остров очень красив так что каждый раз когда заходишь в океан просто море эмоций поэтому советую этот отель из видео вы видите что закаты здесь очень классные красивые поэтому не забывайте об этом и ходите на закат далее перед домами находится гарден вилла которая состоит из двух номеров все гарден виллы и бич виллы состоят из двух номеров вот так разделены просто стеной дом такой так по острову разбросаны эти гарден виллы друзья взяли эту виллу она им не понравилась и они обменяли ее на бунгало виллу которая находится возле океана да минус гарден виллы то что нужно вам идти к океану через бунгало поэтому тут решать вам выбирать или нет вот океан уже видно далее перед вами виднеется бич вилла которая тоже состоит из двух номеров вилла разделена вот просто стеной на два номера для одних гостей и для других есть у каждого свои зонтики там зона отдыха и выход на океан поэтому бич вилла она лучше и соответственно подороже чем гарден вилла ну ребята говорят что здесь неплохо я небо внутри поэтому ничего не могу сказать как здесь но здесь тоже очень красиво и так вдоль океана стоят друг возле друга эти виллы также возле виллы есть качелька где можно делать классные фоточки и видосики для инстаграма и для разных там соц сетей вот так вот виллы 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 и важен мы есть привет 穆 2 Субтитры сделал DimaTorzok